Мы много знаем о публичной жизни Иисуса, Его чудесах, о хождении по воде, а я считаю, что все это стало результатом Его личной молитвенной жизни, когда Он удалялся от всех, чтобы молиться. Хорошая новость в том, что Он и нас учил молиться. Если мы откроем Слово Божие и попросим Духа Святого о помощи, то Иисус научит нас молиться. Молитва приглашает Бога во все сферы нашей жизни. Вам не нужна особая интонация или теологическое образование, вам нужно лишь желание. И сегодня мы будем учиться молиться вместе. Приятного просмотра! Начнем с Деяний 1 главы 3 стиха. После своего страдания Он представал перед этими людьми живым, со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение 40 дней и говорил о Божьем Царстве. Сколько дней прошло между воскресением Иисуса и Его вознесением? Сколько дней Он провел с учениками? 40. Мы только что прочли об этом. Это не вопрос с подвохом. Однажды, обедая вместе с ними, Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом. Это то, о чем вы и слышали от Меня. Потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Я хочу обратить ваше внимание не на то, что было обещано, а на характер инструкции. Он велел им. Обведите это слово. Иисус дал им повеление. Это не начало Его отношения с учениками, а после трех лет их общения. Он дал им повеление. Иисус не разбрасывался повелениями. В Евангелии от Иоанна 13 главе Он сказал, «Я даю вам новую заповедь или повеление. Любите друг друга». А это означает, что у нее такая же власть, как у остальных десяти. Но Иисус начал эти отношения не с повеления, Он начал абсолютно иначе. В четвертой главе Евангелия от Матфея описано начало этой истории. Иисус набирает себе учеников из Галилеи. Многие из них были рыбаками. И Он сказал, «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей». И они оставили свои сети и последовали за Иисусом. В этом случае это было не повеление. Как бы вы назвали это взаимодействие, мне это больше напоминает приглашение. «Следуйте за Мною». Выбор за вами. Можете следовать, а можете и нет. Не все, кого приглашал Иисус, последовали за Ним. Вы можете такое представить? Царь царей. И Господь Господь приглашает вас последовать за Ним, а вы такой, «Нет, не в этот раз». Такие люди были в первом веке, и они есть в двадцать с первым. Итак, это приглашение. И некоторые приняли Его и последовали за Иисусом на удивительные приключения. Но не все пошли на это. Написано, что Иисус познакомился с одним молодым человеком. И Писание говорит, что Он полюбил Его. Тот был религиозным и пришел к Иисусу, чтобы узнать, что Ему делать. А Иисус сказал, «Соблюдай закон». Тот ответил, «Я уже это делаю». Иисус ответил, «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным. И тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной». Такое же приглашение, как Он дал Петру, Иоанну и Иакову. Но посмотрите на его реакцию. Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Многие скажут, «Ну тут все понятно, Он был богатым». А Иисус хотел, чтобы Он закрыл свой бизнес и последовал за ним. Но заметьте, что это приглашение ничем не отличалось от того, что Он дал другим ученикам. Он сказал, «Следуйте за Мной», и им пришлось оставить свой бизнес. Они не были сказочно богаты, но им пришлось оставить работу, доход, комфорт и стабильность, чтобы последовать за Иисусом. В следовании за Иисусом многое остается позади. Возможно, вам не пришлось оставить бизнес, но если вы следуете за Иисусом, то вам приходится что-то оставлять. Это могут быть привычки или какие-то отношения, багаж из прошлого, с которым вы расстанетесь с радостью. Но начинает Иисус отношения с приглашением. В деяниях Иисус уже почти закончил и собирается возвращаться на небо. Поэтому Он дает не приглашение, а повеление. На вопрос, а вы в своих отношениях с Ним готовы принять повеление? Или вы пока реагируете только на приглашение? Разницу, надеюсь, понимаете? По велению не важно ваше мнение, это директива. У меня есть друг в Израиле, родился он в Америке, но еще будучи подростком, эмигрировал в Израиль. Там, после окончания школы, все идут в армию, и парни, и девушки. Мой друг тоже пошел туда. Его родной язык английский. Он выучил иврит, но не очень хорошо. В первые дни в армии они проходили базовую подготовку. Он рассказывал, я стою в полном обмундировании. Ко мне подходит командир и дает мне приказ на иврите. Я не до конца понял, что он сказал, поэтому сказал ему на английском. Я не говорю на иврите. Офицер тут же переключился на идеальный английский и сказал, «Без проблем, беги к тому дереву и обратно». Там было около 100 метров. Я пробежал туда и обратно, затем он снова дал приказ на иврите. Я не до конца понял, поэтому сказал, я же говорил, что не говорю на иврите. Тогда офицер снова переключился на английский и сказал, «Без проблем, беги к тому дереву и обратно». Мой друг пробежал так три раза, а когда командир в четвертый раз дал приказ на иврите, он подумал, «Попытаюсь сделать то, что я понял, потому что я уже устал бегать». Видите, есть разница между приглашением и повелением. А когда вы приняли Иисуса Господом? Возможно, начиналось все с приглашения. Мы часто называем это призывом к покаянию. На самом же деле, это приглашение в Царство Божие. Но, надеюсь, со временем мы вырастем в наших отношениях с Иисусом и начнем принимать Его мнение как директиву для жизни. А если мы хотим, чтобы сила Божия продолжала расти в нас, то это возможно, если мы принимаем мнение Иисуса как прямой приказ, а не сравниваем его с нашим мнением. Именно так и начинали с деяния святых апостолов. Движение Иисуса кануло бы в лету, если бы они проигнорировали это повеление. И наше с вами хождение с Иисусом будет стоять на месте, пока мы не признаем Его Господом и не будем принимать. Его инструкции как директивы, а не просто как приглашение. Но у этой истории есть вторая часть, это же глава. Иисус закончил общение. И далее, в деяниях, первой главе, седьмом стихе, Он говорит, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил в Своей власти». «Когда же на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и до края земли». Сказав это, Он на глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов. Говорят, что последние слова важны, а в этом случае они очень важны, потому что после них Он просто вознесся. Классный трюк. Никаких проводов, реактивных ранцев, а просто пуф и все. Поэтому, думаю, стоит поговорить о Его последних словах. Вы как считаете? А Его последняя директива была о силе Святого Духа, после наполнения которой они должны были стать учениками Иисуса в Иерусалиме, Иудеи и по всему миру. Именно об этом рассказывает книга «Деяния». В центре всех ее событий находится Святой Дух, поэтому, думаю, нам стоит с Ним сотрудничать, всеми известными нам способами. Нам нужно принять Духа Святого в свою жизнь без дополнительных отборов. Вторая глава — это День Пятидесятницы. И Иисуса уже нет. Дух Святой излился, собирается огромная толпа, и Петр обращается к ней. Исполняются слова Иоиля. «В последние дни, — говорит Бог, — «Я и залью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Ваши юноши будут видеть видение, и вашим старцам будут сниться сны». Петр говорит, именно об этом говорил Иоиль. Дух Святой излился на людей. Многие люди цепляются за фразу в последние дни. Как вы думаете, когда это? Петр понял, что речь шла о Первом веке. Если Первый век был последними днями, то Двадцать с Первый век точно подходит под это описание. Здесь сказано, что Дух Святой изольется на всех людей. Не на некоторых, определенного роста, пола, образования или происхождения, а на всех. Примите Духа Святого без дополнительных условий. Примиритесь с Ним. Когда мы собираемся здесь в выходные, то сюда приходят представители 60 разных христианских традиций. Думаю, что такое разнообразие — это наша сильная сторона. У нас разное происхождение и опыт, но главное условие роста — это желание меняться, независимо от происхождения. Никто не прав на все 100%. Никто из нас не освоил всю истину идеально. Именно поэтому мы продолжаем расти. Я хочу предложить вам стать тем, кто постоянно учится и растет. Я вырос в такой церкви, где Дух Святой ценили высоко. Мы много говорили о нем, и у нас было много способов для выражения нашей веры. Но с годами я понял, что мне самому нужно расти. Сейчас объясню, что имею в виду. Меня научили тому, что быть спонтанным более духовно, чем иметь подготовленный план. Я считал, что будет более духовно, если все будет происходить само собой. Например, вы сегодня получили тезисы моей проповеди, а это означает, что ранее на неделе я решил подготовить урок. Затем мы изложили его на бумаге и передали вам копию. Но меня учили, что если по дороге на сцену Господь проговорил ко мне, то я поднимаюсь и говорю, я подготовил тему, но по дороге ко мне проговорил сам Бог. И это означало, что то, что я буду говорить далее, будет более духовным, чем мой заготовленный заранее конспект. Потому что спонтанность гораздо лучше. Но вот со временем я понял одно, что это не всегда правда. Иногда спонтанность — это просто лень. У меня даже есть Писание в подтверждение этому. В день Пятидесятницы, когда, как и обещал Иисус, излился Дух Святой, сам Петр поднялся и сказал, «Я сам понятия не имею, что здесь происходит. Я сам пытаюсь разобраться в этом». Нет, он сказал так. «Это то, о чем сотни лет тому назад говорил пророк Иоиль. Спонтанным это было только для тех, кто ничего не знал о Боге. Я решил, что если я буду искать Господа, то Он может и во вторник сказать мне то, о чем нужно проповедовать в воскресенье». Представляете? Я не против спонтанности в те моменты, когда она уместна. Но это не делает ее более духовной. Я ведь прав. Это только один из примеров того, в чем мне пришлось вырасти в понимании Святого Духа. Мне пришлось. смириться и сказать «Не все то, чем у меня раньше учили». Пригодно для жизни. Часть нуждается в поправках. И вполне возможно, что какие-то из ваших взглядов на Духа Святого тоже нуждаются в этом. И в дополнениях, или поправках. А знаете, как распознать такие вещи? «Я знаю, что так говорит Библия, и некоторые люди так верят, но меня учили совсем не так». А далее человек говорит «Поэтому я то-то и то-то». Например, «Понимаю, что в Библии есть несколько стихов об этом, но тем не менее, я... моя бабушка не так меня учила». И пока вы не согласуете свое мнение или мнение вашей бабушки сомнением царя-царей, вы просто не сможете расти. Поэтому представляю вам Духа Святого. Иисус сказал своим ученикам, «Вам лучше, чтобы я ушел. Если я уйду, то Отец пошлет вам Святого Духа». Я хочу уделить минуту тому, чтобы поблагодарить вас. Ваше партнерство помогает нам проделывать невероятную работу. Я очень рад началу года. Я очень люблю это время. Это чувство свежего старта. Этот год мы тоже начинаем с Иисусом. Мы создали книгу, которая может помочь вам. В ней есть 365 коротеньких посланий на каждый день. и небольшая молитва, которые помогут вам стоять твердо посреди всех жизненных бурь. Мы живем в мире хаоса, но при этом у нас есть божественное задание. И мы очень надеемся, что эта книга поможет вам, чтобы 2019 стал самым победоносным годом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас и прекрасного вам года. Не будьте пассивными в своем сражении против врага. Стойте твердо, начав свой день, с новой книги пастора Аллена «Стойте твердо». Будьте готовы к жизненным бурям, укоренившись в непоколебимой истине Божьего Слова. Позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт, адрес которого вы видите на экране, и закажите свой экземпляр уже сегодня. Спасибо вам за поддержку этого служения. Вместе мы приносим разницу. В книге Деяний есть еще и третья составляющая, которую мы не хотели бы упустить. Ее я назвал «Ожидая чудо». Деяние третья глава. Однажды в девятый час во время молитвы Петр и Иоанн шли в храм. В это время туда принесли человека хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались прекрасными. И он просил милостыню у входящих в храм. Может, ходить он и не мог, но он был умным. Каждый день он приходил ко входу в храм во время молитвы, когда там собирается очень отзывчивая публика. Сложно молиться, если вы только что проигнорировали того, кому не так повезло в жизни, как вам. Увидев Петра и Иоанна, он попросил и у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него и Петр сказал, «Взгляни на нас». Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Он взял его за правую руку, помог подняться и в тот же миг ступни и лодыжки, калеки окрепли. Он вскочил на ноги и начал ходить. Он вошел с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Бога. И все люди видели его ходящим и восхваляющим Бога. Он изменил всю атмосферу в городе. Я благодарен за изучение и размышления, но особенность книги «Деяний» в том, что сверхъестественная сила Божия часто становилась приглашением к следованию за Богом. У нас с вами есть библейское разрешение ожидать сверхъестественного Божьего вмешательства в нашу жизнь. Ожидайте чудо. Это изменило тот день и тот город. Бог все еще заинтересован в изменении человеческих сердец. Я не говорю, что у вас не будет проблемы и трудности или вы не будете стареть. Библия такого не обещает, но мы можем ожидать Божьего вмешательства. Некоторые верующие говорят, пастор, это было очень важно в самом начале формирования церкви, но после апостолов и всех тех, кто близко знали Иисусом, эта эра закончилась. Мне это кажется бессмысленным по двум или трем причинам. Во-первых, мысль о том, что в первом веке жизнь была такой темной, что им нужна была сила Божия больше, чем в 21 веке. Мы же такие просветленные, праведные, благочестивые. Вот я лично так не думаю. Писание говорит к евреям 13 главе. Помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и смотря на результаты их жизни, подражайте их вере. Сказано, чтобы мы подражали людям, с которыми мы знакомимся в Писании. А главная мысль идет в следующем стихе. Иисус Христос не изменен. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. То, что он делал на страницах Евангелия, он продолжает делать и сегодня, через Святого Духа. Смысл искупительной работы Христа в том, что Божья сила стала доступна каждому человеку. Благодать Божья дает нам доступ ко всему этому, не на основании нашей праведности, чистоты, святости, это выражение его благодати. Он творит чудеса. А если церковь Иисуса Христа не ожидает чуда, то кто будет его ожидать? Это наше задание. Вы скажете, мне как-то неловко. Согласен. Это одна из тех вещей, в которых нам нужно меняться и расти. Когда вам ожидать чудо? Когда оно вам нужно. Вы смотрите христианское телевидение? Я иногда смотрю и качаю головой. Я долгое время не соглашался выходить на телевидение. Знаете почему? Потому что не хотел быть частью той группы, но я кое-что понял. Когда вы видите, как кто-то по телевизору молится за больных, или за кусочки ткани, простыни и шапочки для душа, а потом рассылают все это, вы думаете, как в такое можно верить? Это до тех пор, пока вы не проснетесь ночью от боли. включите телевизор, а они там. Если бы они попросили меня приложить язык к телевизору, я бы это сделал. Ведь если мне нужна Божья помощь, то я куда более открыт к этому приглашению. Ведь так, я также заметил, что самые закрытые люди по отношению к чуду это те, кому оно не нужно. я рад за вас, если вы именно в таком положении, ура, но остальные, и я в их числе, ожидаю чуда. А наш Бог занимается чудесами, чудеса это часть нашей жизни, если нам нужно чудо, Бог получает за него всю похвалу. Сами мы не могли бы такого сделать, это сделал Бог, ну а мы идем далее, Деяние пятая глава. Тон повествования меняется, и в конце четвертой главы мы узнаем, что люди в Иерусалиме стали продавать все имущество, приносить деньги к апостолам, а те распределяли деньги среди нуждающихся. А в пятой главе мы знакомимся с одной из таких пар. Они продали свое имущество, принесли деньги Петру, и сделали вид, что принесли все деньги от продажи, хотя на самом деле они оставили себе часть. Они хотели, чтобы их считали очень щедрыми, хотя это было не так. Они даже решили презентовать эту новость по очереди, чтобы каждый из них мог насладиться славой. Вначале пришел муж по имени Анания, и Петр сказал, это была плохая идея, потому что вы солгали не мне, а Богу, а тот человек умер. Невеселый день для церкви. Жена еще не знает об этом. Она приходит через пару часов без своего момента славы. Часа три спустя пришла его жена, ничего не знавшая о происшедшем. Петр спросил ее, скажи мне, вы с мужем за такую-то сумму продали землю? Да, ответила она, за такую. Петр сказал ей, что это вы сговорились испытывать духа Господа. Ты слышишь, шаги у дверей, это возвращаются хранившие твоего мужа, они тебя вынесут. И в тот же момент она упала к его ногам мертвой. Всей церковью и всеми, кто об этом слышал, овладел великий страх. Серьезно? Вы не думаете, что другие стоящие в очереди, чтобы сделать пожертвование, начали все пересчитывать? Думаю, что некоторые даже вернулись домой, дабы проверить всю документацию и убедиться, что все правильно. Но какой же урок можно извлечь из этой истории? Каждый, кто солжет в церкви, умрет? Нет, иначе нас здесь не было бы. Многие из нас не покинули бы даже парковку. Я не думаю, что урок именно в этом. Церковь растет очень быстро. Тысячи людей приходят к вере в Иисуса. Даже неевреи начинают приходить к вере. Церковь меняется каждый день, потому что каждый день к ней прибавляются новые люди. И Бог вмешивается туда, чтобы напомнить, что Он Святой Бог, и к Нему нужно относиться с уважением. Библия говорит, что без святости никто не увидит Бога. И мы знаем об этом. Если вы читаете Библию с нами по плану, то мы все еще проходим Тору, и в ней много примеров того, как взаимодействовать с Богом. Например, Бог сказал, «Я хочу поговорить только с Моисеем, а все остальные пусть не прикасаются к горе». А что происходило, если кто-то хотел прикоснуться к горе? Он умирал. Ого! Бог говорил, «Если приходите ко Мне, не приходите на своих условиях». Примите перед этим ванну, и вот что вам стоит надеть и принести с собой в жертву. Вы не можете приносить все, что вам угодно. Вот чего хочу я. Думаете, Бога сильно волновало? Будет это ягненок или голубь? Он хотел донести до людей, что Он святой. Иногда люди говорят, Бог в Ветхом Завете отличается от Бога в Новом Завете. Наверное, когда Он дошел до Евангелий, то начал принимать успокоительное. Но так не скажешь по пятой главе Деяний. Эта пара принесла дар, но при этом они были непочтительными, нечестными и неискренними. Они хотели похвалу за то, чего они не делали. А Бог сказал, тут так не пойдет. Уверен, что это изменило церковь. И на долгое время Бог желает, чтобы Его народ проявлял благоговение. Пробуждение должно начаться прежде всего в вашем сердце и в вашем доме. А это связано с растущим благоговением по отношению к Богу. Писание говорит, что страх Господень это начало мудрости. И мы с вами еще не начали двигаться к мудрости, если не развили в себе страх Господень. Это не значит сжиматься от ужаса при мысли о Боге. Это скорее благоговение или уважение к Богу. Думаю, это не случайно, что в начале формирования церкви, когда весь Иерусалим стоял на ушах, мы читаем историю об Анании и Сапфире. Они пришли с планом, чтобы обмануть лидеров церкви. Они хотели, чтобы их честовали за то, чего они не делали. Бог очень резко отреагировал на это. И в церкви появился страх Божий. Это подготовило Иерусалим к тому, что ждало их потом. Если есть благоговение, то Бог может излить Свой Дух еще больше и сильнее. Думаю, Бог желает сделать это и в нашем поколении. Если мы будем сотрудничать с Ним, то Он поможет нам развить страх или уважение, которые побудят Его излить Свой Дух еще сильнее. Давайте примем это решение стремиться к страху Божьему. Хочу призвать вас помолиться вместе со мною. Отец, спасибо за привилегию приходить к Тебе и принимать Тебя в нашу жизнь. Пусть Твой Дух Святой развивает в нас благоговение и уважение к Тебе. Мы хотим уподобляться Твоему Сыну Иисусу, во имя Которого мы молимся. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...